Итак, когда ты говоришь все это, кто-нибудь из аудитории должен подойти, я полагаю, и сказать То есть на сегодняшний день известно лишь 4% всей информации о мире? Да, это прекрасно, обожаю такое Чем это отличается от слов Билла О'Рейли, сказавшего Ну в таком случае остальная часть принадлежит Богу, а вы, ребята, просто распространяете веру У вас нет доказательства для остальных 96% Ну, разница в том, что мы понимаем, как устроены приливы Приливы входят в эти 4% То есть Билл О'Рейли привел в пример вещи, о которых мы уже все знаем Если бы он рассказал о вещах, которые нам неизвестны Окей, тогда была бы другая реакция, и меньше комиков бы над ним издевалось А не просто ляпнуть, приливы то появляются, то исчезают Вы не можете этого объяснить Нет, мы можем, знаем уже последние 2 сотни лет Дай мне пример получше Понимаю, если бы он сказал Есть темная материя и темная энергия, заставляющая Вселенную расширяться Так быстро, что она начинает ускоряться Вы не можете объяснить это Верно, мы не можем объяснить это Не думаю, что у него хватает знаний по физике, чтобы говорить нам о том, что мы пока еще не знаем Иначе разговор с тем парнем-атеистом вышел бы куда интереснее Извиняюсь, я забыл имя парня, который его интервьюировал Так вот, если Билл хочет использовать это как доказательство Бога Тогда мы должны вернуться и сказать То есть, если ты не знаешь чего-то и сообщество физиков тоже не знает Значит, Бог сделал это По таким правилам ты хочешь вести игру? Потому что если так, то вот список вещей, явлений, которые физики прошлого в свое время не понимали И если бы интервью проходило 200 лет назад То они сказали бы Планеты отклоняются назад Не могу понять, должно быть это Бог И мы бы сказали Ты знаешь, это ведь прав А затем 10 лет спустя мы вдруг понимаем, как все устроено на самом деле И что тогда? То есть, вот каким способом ты хочешь подобрать доказательство бытия Бога Тогда Бог постоянно уменьшающийся Некий постоянно уменьшающийся мешок научного невежества Которое становится все меньше и меньше со временем То есть, просто будь готов к такому развитию событий, если ты хочешь решить проблему именно таким способом Так что это всего лишь банальный аргумент под названием доказательство от незнания Он всегда был в ходу То есть, на самом деле... Погоди, погоди Я даже не особо-то переживаю Мне откровенно все равно, если кто-то желает говорить «Раз ты не понимаешь чего-то, значит это сотворил Господь» Это меня даже не волнует По-настоящему меня беспокоит, если ты остался так доволен своим ответом Что у тебя больше нет любопытства изучить, а как это работает С тех пор, как тебе неинтересно Потому что ты доволен, что это сделал Бог Ты мне не нужен в лаборатории Ты бесполезен на границах понимания природы в этом мире И если бы мир был... Я... я рад, что... Что кто бы ни были, все те ребята, которые так считают Их не так уж и много Потому что если бы их было большинство в нашем мире, мы бы до сих пор не вышли из пещер Потому что загадочные вещи за их пределами Их все делает Бог И ты не хочешь узнать об этом И даже не думаешь о них Где бы мы были, если бы их мировоззрение правило миром Поэтому мне все равно Лишь бы пусть не отвлекали других от постижения мира То есть Биллу Рейли мог бы дать ответ получше Если бы проконсультировался вначале с астрофизиком Да, пожалуй Он поступил бы иначе И привел бы примеры того, чего мы действительно не понимаем Но если он хочет назвать это Богом Тогда он ссылается на доказательства от незнания Но он не привел в качестве примера что-то, чего мы не знаем Поэтому и стал объектом насмешек Объектом насмешки Объектом насмешки